А у вас, наверное, тоже есть друг, который в 2011 году купил 10 биткоинов по 30 долларов, а потом забыл пароль от криптокошелька? Может быть, вы и сами задумывались в последние пару лет, ну, с учетом непредсказуемости рубля и блокировок с лифт, о переводе сбережений в крипту. Да и вообще, что же такое цифровая валюта? Это способ заработка для авантюристов или важнейший шаг навстречу миру без государства границ? А может, и то, и другое? Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня давайте поговорим о крипте простым языком, с понятными примерами и ответами на главные вопросы. И пока не начали, пожалуйста, подпишитесь на продолжение «Следует» в Ютубе и Телеграме. Давайте не теряться, ведь вместе мы не одиноки. Начнем с принципиального. Криптовалюта – это вообще валюта? Ну, и да, и нет. Нет. Отличие биткоина от рубля, доллара или юаня в том, что он не обеспечен никаким государством и существует только в цифровом виде. Этот выпуск мы подготовили при содействии криптоплатформы XNOT, где можно без проблем менять вашу криптовалюту на наличные, перевести на банковскую карту или даже поменять на другую крипту. Стоимость крипты не регулирует никакой Центробанк, она не зависит от политических режимов. Регулятора – два. Спрос и предложение. Ну и больше ничего. И тут мы подобрались к ключевой технологии – блокчейн. Дословно, это цепочка блоков. И вот в этих цифровых блоках содержатся цифровые коды, и фактически это и есть криптовалюта, то есть набор цифр и букв. Их подбирают сотни тысяч компьютеров по всему миру. И этот процесс называется майнингом. Взамен на мощности своих компьютеров, которые совершенствуют блокчейн, проверяют надежность всех совершенных с ними транзакций, майнеры получают небольшой процент от добытых биткоинов. Как-то сложно, правда? Давайте поэтому немного упростим, чтобы даже такие любители, как я, смогли тоже понять. Группа энтузиастов золотодобытчиков ищет золото, ну скажем, вот на сибирских рудниках. Добытые они складывают в сундуки. И вот один процент от объема каждого сундука они как бы забирают себе. И вот сундуков становится все больше и больше, а золота в рудниках все меньше. Его сложнее найти и вымыть. И вот приходится задействовать уже не кирку с лопатой, а экскаваторы. Ну, в нашем случае, более мощные компьютеры. Но вот вопрос, а почему вообще золото имеет ценность? Ведь нет ничего сверхъестественного в этом металле. Да, он прочный, долговечный, но разве это делает его одним из самых дорогих? Конечно, нет. И вообще, 48% всего золота в мире используется в ювелирной отрасли. То есть, для создания украшений. А значит, главная ценность этого материала в том, что исторически люди считают его красивым, ну и, соответственно, ценным. Мы все любим красоту и готовы платить за нее деньги, правильно? Вот и все. Так вот, ценности биткоина ровно в том, что люди считают его перспективным. То есть, как будто бы инвестируют в него свою веру, таким образом повышая его стоимость. Криптовалюта – это альтернатива привычным нам деньгам. И вся ее ценность заключается в негласной всеобщей договоренности, что она цена. То есть, верой в него. Как купить криптовалюту? То есть, что на что вы хотите обменять – лучшие курсы обменника и совершайте сделку. Не забудьте указать ваш город, чтобы получить максимально точную информацию и актуальные курсы обмена. XNOT тщательно проверяет каждый обменник. Другие важные преимущества платформы – это анонимность, возможность обмена любого объема, комиссия, начиная от нуля процентов и круглосуточная техническая поддержка. Переходите по ссылке в описании и меняйте криптовалюту быстро и безопасно. Итак, какие же криптовалюты у нас существуют? Ну, давайте разбираться. Первая, самая известная и самая дорогая – это, конечно, биткоин. Один биткоин сегодня стоит около 70 тысяч долларов. А вот 14 лет назад, когда программист из Флориды совершил первую криптопокупку, 50 тысяч биткоинов он обменял на несколько пицц из Папа Джонс. Представляете себе, какое это состояние? Сейчас обладатель 50 тысяч биткоинов будет долларовым, миллиардером. Ну, а сколько пицц он сможет себе позволить, я даже не буду считать. И вы тоже не считаете, а то просто умрем от ревности. В одном из наших недавних разборов я рассказывал про то, что биткоин создал аноним, пользователь под ником Сатоши Накамото. В мире интернет-технологий он примерно такая же легенда, как Бэнкси в мире искусства. Но у нас на этом поле есть и другие, свои звезды. Первый раз я услышал биткоин от своего папы, и он сказал, вот смотри, вот биткоин, есть такая вот новая интересная валюта, там не контролирована никакой компанией, никаким государством. Я потом посмотрел, в этот момент чуть-чуть посмотрел, но решил, что это неинтересно, потому что там это просто виртуальные цифры, и не должны иметь никакую стоимость. Это Виталик Бутерин, программист родом из Коломны. В начале, отказавшись от предложения отца, чуть позже он все-таки присмотрелся к биткоину. И вот Бутерин стал писать статьи о крипте для странички на специальном форуме, ну и естественно за гонорар, 5 биткоинов за одну заметку. Ну и вскоре 18-летний программист запустил первое профильное издание, Биткоин Мэгазин, а еще позже разработал собственную криптовалюту, она называется Этериум, ну а в народе Эфир, и это вторая по стоимости криптовалюта. А сам Бутерин миллиардер и один из самых перспективных программистов мира. Своя валюта есть и у другого россиянина, Павла Дурова. Правда, он утверждает, что не стоит за созданием Тона. Однако команда программистов почти целиком состоит из бывших разработчиков ВКонтакте и Телеграма, а сама валюта уже активно интегрируется в Мессендж. Так, например, доходы от рекламы в крупных Телеграм-каналах авторы будут получать именно в Тоне. Эти и другие факторы делают Коин Дурова одним из самых быстрорастущих. Ну крипта, это вообще легально? У нас есть биткоины там и другие там всякие валюты. Наше отношение к этому сегодня очень остороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере. Это 2017 год. Владимир Путин впервые произносит слово биткоин. Все, что не отрегулировано государством, продолжает пугать его и сейчас. Поэтому все эти годы российские власти так грозятся запретить инвестировать в криптовалюту. Но ни Центробанк, ни Госдума, ни Министерство финансов до сих пор не пришли к единому решению. Так что по состоянию на сегодняшний день покупать крипту и хранить ее вполне легально. Запрещено лишь расплачиваться ею. При этом где-то в кулуарах Петербургского экономического форума разрабатывают даже свою альтернативу – импортозамещение для биткоина, то есть цифровой рубль. Но пока это только планы, причем не на самую ближайшую перспективу. Глава Центробанка Эльвира Набиуллин заявила, что массовые россияне будут использовать цифровой рубль лишь через 5-7 лет. Сейчас же валюту тестируют, а объемы операций измеряются в сотнях тысяч рублей всего лишь. Для сравнения, за 2023 год россияне вложили в биткоин и эфир около 5 триллионов рублей. Кстати, необходимость немедленно выработать специальное законодательство и ограничить оборот крипты власти объясняют так же, как и почти все другие запреты. Вот, например, что говорит директор Росткина Мониторинга Юрий Чеханчин, я цитирую. Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры, поэтому решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее. Но отвлечемся на секунду от российских запретителей. В мире уже есть место, где биткоин признан платежным средством. Это Сальвадор – небольшая страна в Центральной Америке. Ее президент – 42-летний Наиб Букеле – криптоэнтузиаст. С 2021 года Сальвадор на государственном уровне закупает биткоин. И даже вопреки тому, что в какой-то момент цена на крипту просела и страна была в сильном минусе, Букеле не отказался от этой стратегии. Несколько месяцев назад президент отчитался – инвестиции вышли в прибыль. В быту, то есть для оплаты товаров, биткоин, правда, по-прежнему почти не используется. Но это пока. Крипта, очевидно, становится все более доступным инструментом и проникает в нашу повседневную жизнь. Ну а что же майнинг? Россия занимает второе место по майнингу криптовалют в мире. Впереди только США. На третьем же месте, возможно, неожиданно – Казахстан. Дело в том, что в стране очень дешевая электроэнергия, и майнерам было выгодно работать там. Однако в прошлом году парламент Казахстана ввел обязательное лицензирование этого рода деятельности. Ну и наложил другие ограничения, и добыча крипты в итоге в стране сильно снизилась. В России же правовая база для майнинга по-прежнему не сформирована. И это с учетом умения законодателей регулировать все, что движется, скорее хорошая новость. Закон в Думе лежит еще с прошлого года, однако депутаты никак не могут его доработать. При этом уже создана ассоциация промышленных майнеров. Некоторые из них в основном крупные игроки, то есть компании с филиалами и многомиллионной прибылью, выступают за выделение майнинга в отдельную экономическую отрасль. Но как же пользоваться криптой? Для этого для начала нужно завести криптокошелек. Криптокошелек анонимны и не требуют верификации. Ну и еще важное, они делятся на горячие и холодные. В горячие вы заходите через сайт или приложение на смартфоне. Ну а холодные существуют только на физическом носителе, по сути аналоги флешки. И вот они считаются более безопасными. Огромное количество вариантов существует в мире криптокошельков. Но я хотел бы представить вашему вниманию XNode Wallet. С помощью XNode Wallet вы можете обеспечить безопасное и простое хранение, перевод и оплату своих активов. Одним из главных преимуществ XNode Wallet является возможность хранения криптовалют и фиатных валют, а также пополнение и вывод денег на карту. Это и делает данный криптокошелек идеальным выбором для тех, кто ищет удобство и надежность в криптосфере. Также возможна отправка USDT без TRX. Подробная информация в ссылке в описании. Ну а где купить биткоины, тонны и эфир? На криптобиржах и в криптообменниках. Правда, многие биржи за последние два года ушли из России. Ну а крупнейшая из них, Binance, окончательно закрылась для российских пользователей в сентябре прошлого года. Но как и многие другие западные бизнесы, всю свою российскую инфраструктуру Binance продала другой компании, которая, кстати, по слухам является ее собственным подразделением и называется она Comix. Десятки бирж по-прежнему доступны россиянам, но имейте в виду, в большинстве из них надо проходить верификацию, а также предоставлять документы и данные о себе. Ну а это нарушает один из главных криптопринципов, то есть анонимность. Сохранить ее можно, если вместо криптобирж использовать криптообменники. Их тоже очень много, и при выборе важно смотреть на количество отзывов и операций, которые совершает обменник. Велик риск мошенничества, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны и проверяйте надежность ресурса. Правила безопасности на самом деле примерно те же, что и в интернете в целом. Вы их прекрасно знаете, но на всякий случай я повторю. Используйте надежный пароль и периодически его меняйте. Двухфакторная аутентификация для аккаунта на бирже обязательно. И еще раз, проверяйте все сервисы, которыми вы пользуетесь, взаимодействуя с криптой. Это относительно новая сфера, и людей легко обмануть, и мошенники рады этим воспользоваться. Поэтому остерегайтесь жуликов. Ну и давайте резюмируем, подведем итог. Блокчейн – это технология, которая прямо сейчас меняет мир, делает нас менее зависимыми от государств. Ну согласитесь, ведь очень хочется как можно меньше зависеть от решений некоторых спятивших дедов. Криптовалюта приближает нас к этому. Цифровые валюты по-прежнему очень нестабильны, поэтому расценивать их как источник быстрого заработка я бы все-таки не рекомендовал. Только если вы по-настоящему в этом разбираетесь. Но то, как развивается крипта, по-настоящему завораживает. Я слежу за этим с большим интересом и советую вам в том числе, потому что криптовалюта – это все-таки наше будущее. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин